Всем привет! Мы начинаем новый влог. Всем привет! Сегодня у нас 19 мая, пятница, время сейчас 8 утра, и мы собрались с Алексеем в поселок Нарышкино. Это поселок городского типа нашей Орловской области. У нас сегодня кум поставит машину на ремонт и поставит ее в Нарышкино. И нам надо будет забрать кума, привезти его в Орел. А еще сегодня день пионерии. Я об этом узнала от своей подписчицы, от Риммы Гемельяровой. Она мне с утра прислала очень красивые поздравительные открытки, за что ей большое спасибо. Ну а вас всех, конечно же, с праздником, с днем пионерии. В общем, мы сейчас выезжаем, берем вас с собой и, конечно же, вам все расскажем и покажем. Поехали! У нас, кстати, сегодня опять замечательная погода. На небе вообще почти не облачко. Небо глупое, чистое, солнце яркое. Погода нас прям радует. Единственное, что я смотрела прогноз, и там, как на следующей неделе, будут дожди. Но все равно выйдет тепло. 25-27, но обещают дожди. Но это, может быть, даже и неплохо для дачников. А вот. Ну а мы немножечко потерпим, если будут дожди. А пока у нас просто замечательная погода. Тепло, солнечно, хорошо. Вообще. Я прям наслаждаюсь. Так что мы едем дальше. Может быть, сегодня съездим в детский парк. У нас еще сзади лежит батон, который мы вчера не скормили. Может быть, сегодня покормим или уточек, или глупель, кого встретим. И заодно немножечко прогуляемся. Мы хотели на Дворянское гнездо съездить, но у нас там идет реконструкция парка. Дворянское гнездо. Поэтому там сейчас разруха. Ротонду снесли. Ну, много чего делают. Вот, поэтому туда мы не поедем. Либо в парк Победы съездим. Но тогда нам некому будет скормить батон. Ну, либо в детский парк. В любом случае, возьмем вас с собой и все вам покажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Детский, наверное, либо сухой бассейн, что-то такое... Вообще классно! Это люди, которые работают с фантазией... Вообще красота! И котик меня встречает с ошейником, такой тигровый окрас у него... Красавчик! Какая красота вообще! Ладно, возвращаемся в Орел! Ну что, мы уже дома... Заезжали в магазин «Маяк» У нас один был уже магазин «Маяк» и сейчас открылся второй... В районе Третьей Курской на Моросельской улице... Это для тех, кто из нашего города... Достаточно большой магазин «Маяк»... И мы кое-что там прикупили... Не могу сказать, что это прямо для нас было экстренно необходимо... Эти продукты... Но без них тоже никак не обойтись... Так что... Вот такая у нас покупка на 3200 получилась... Вот такие щебекинские макароны... Вермишель... За... А, нет... Щебеки... Этрувелка написана... Щебекинские спагетти... Вот такие... 900 грамм... Пачка стоит 96 рублей... Вот такая... 900 грамм... Твердое зерно... А вот потом... Значит... Буду по чеку говорить... А то я разложила и не по чеку... Взяли смесь... Вот такая приправа... Мне очень нравится... Я добавляю в супы... К основным продуктам... Щи и гороху с копченостями взяла... Здесь очень хороший состав... И мне нравится... Поэтому я беру... Вот в составе... Овощи сушеные... Капуста... Лук... Морковь... Картофель... Паприка... Чеснок... Корень... Морская соль... Зелень сушеная... Петрушка... Укроп... Пряности... Сушеный перец... Черный перец... Красный... То есть... Достаточно такой... Хороший... Состав... У данных продуктов... У данных... Специй... И поэтому я беру... Так как я варю большую кастрюльку... То я добавляю три пачки на кастрюлю... Так как... Эта пачка на один литр... Кажется... Если я не ошибаюсь... Да... На один литр... Вот... Тут написано... Конечно... Положить... Добавить... Два с половиной литра... Холодной воды... Но... Я делаю на литр... В общем... На кастрюлю... У меня по три пачки уходит... Приправа такая... По пятьдесят три рубля... Взяла сыр... Костромской... Мы такой никогда не брали... Но... Решила попробовать... Без заменителя молочного жира... Пятьсот девяносто три рубля за килограмм... И этот кусочек у меня на двести... Сорок девять рублей получился... Вот такой... Не знаю... Может в морозилку положу... Может на терке натру и в морозилку положу... А может быть чай... Посмотрим... Взяла сыр плавленый... Виола... Здесь четыреста грамм... Пачка... Это... Я сырный суп варю... Вкус классический... Обычный... Так что... Для супа мне он нравится... Вот... Еще взяли вот такие влажные салфетки... Большая пачка... Сто девять рублей... Большой размер... Шестьдесят штук... Вот с таким клапаном... Удобно пользоваться... Это именно не салфетки... А бумажные платья... Влажные платьянца... Потом... Взяли вот такую вермишель... У Велка... Четыреста пятьдесят грамм... Сорок девять рублей... Она не совсем мелкая... Видите... Я хотела вот такую попробовать... Потому что там была вермишель... Щебекинская... Но пачка была большая... Девятьсот грамм... Мне этого много... Поэтому я взяла... Вот такую... Четыреста пятьдесят грамм... За сорок девять рублей... Вот... Еще взяла смесь мексиканскую... Вот такую... Четыреста грамм... В пачке... За сто рублей... Иногда я ее добавляю в фунчозу... Вот... Ну и саму фунчозу я взяла... Двести пятьдесят грамм... Пачка... Девяносто семь рублей... Такую мы не брали... Фунчозу... Но попробую... Потом если что... Вам скажу... Сосиски взяли филейные... Папа может... Вот такие... Мне... Они нравятся... Мы их... Как бы... Неоднократно брали... Триста... Шесть рублей за килограмм... В пачке... Тысяч... Кило шестьсот... На пятьсот рублей... Такая пачка вышла... Бумагу туалетную... Мы взяли... Фамилия... Двухслойная... Шесть рулонов... За сто семнадцать рублей... Вот... Ну и немножечко... Взяли химии... Вот такая... Гель для мытья посуды... Синергетик... Вот такой... Достаточно большая бутылка... Ой... Сколько в ней... Забыла уже... Смотрела же... А... Литр... Литр... Вот... Я в последнее время... Ей мою... Потому что она... Хоть сейчас... Не сушит... Мне кожу... Рук... С запахом... Яблоко... Сто восемьдесят семь рублей... Литровая бутылка... Лак для волос... Себе взяла... Прелесть... Я особо... Им не пользуюсь... Исключительно челочку... Брызгала... И то редко... Так что... Мне любой... Любой лак... Подходит... Сто шестьдесят шесть рублей... Такой лак стоит... Объем тут маленький... Двести пятьдесят... Да... Двести пятьдесят... Миллилитров... Леженький... Маленький... Ну... Мне подойдет... А вот... Потом взяли... Вот такой сиф... Чищища... Средством... Я им мою... Варочную панель... Достаточно большая бутылка... Я в фикс-прессе брала... Маленькую... А это большая... Семьсот пятьдесят... Миллилитров... Стоит она... Сто девяносто восемь рублей... Потом... Взяли... Самфор... Для унитаза... Не скажу... Что она... Очень хорошая... Мы до этого... Харп... Брали... Вот... Он... Очень хороший... Но это тоже... Средство... Достаточно неплохое... Один литр... Восемьдесят девять рублей... Жироутолитель... Вот такой... Взяли... Пятьсот миллилитров... Двести рублей... Средство... Для мытья пола... Взяли... Шестьдесят четыре рубля... Литр... Здесь... Литр... Также... Взяли... Средство... Для стекол... Такое... Я не брала... Мистер Дес... Но... Но... Запаха... Вообще... Никакого... Не имеет... Поэтому... Мы его взяли... Семьдесят два рубля... Ну... И... Взяла... Литр... Зеленого... Мыла... Я зеленым мылом... Мою... Комнатные растения... Я обычно... На Валбрисе заказывала... Там... Маленькая... Бутылочка... 0,5... Здесь... Литр... И... Литр... Зеленого мыла... Стоит... 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 Хотела вам показать... Из целого букета вербы... У нас корни пустили... И отросточки пустили... Только две веточки вербы... Вот... Они у нас... Корни слабенькие... Отросточки слабенькие... Как бы сажать еще в открытый грунт... Я бы не хотела... Поэтому... Вот... Посадили их в баклажки пока... Видите... Вот... Такие отросточки... А этот вообще... Не знаю... Выживет или нет... Вот... Посадили... Пусть поживут пока в баклажках... А попозже... Тогда... Если все будет хорошо... То высадим в открытый грунт... Еще хотела вам показать... У нас появились два новых цветочка... Сцентапсис... Марбл Квин... Вот такой... Видите... Красивый такой... Достаточно... Уже такой... Достаточно хороший отросток... Большой... Мощный... Прям такой... Не один... Два листочка... Мои стаканчики... Мои стаканчики... Они в стаканчики ко мне пришли... Мы их сразу в горшочки маленькие... По 0,6 посадили... Ну, красавчики, конечно... Красавчики... Ничего не скажешь... И... Хэппи лиф... Вот такой... Хэппи лиф, кстати... Очень похож... Смотрите... На... Яблоко... На стендаптус... Эйпл... Они прям... Похожи... Но... На самом деле... У них и окрас... Разный... Ну... Бригатность... И это... Два разных растения... Но... Очень похожи... Вот... Вот такой... У нас... Хэппи лиф... Это... Я заказала... Из... Города... Псков... Вот... Такие... Растишки... Мне пришли... Они шли почтой... Очень хорошо... Дошли... Удачно... Долго... Правда... Шли... Наверное... Восемь или девять дней... Но... Все... Удачно... Хорошо... Дошло... Так что... Вот такая... У нас... Новиночка... Я не знаю... Показываю... Или нет... Но мы... В цветочном магазине... Купили другие... Лесенки... Вот такие... Беленькие... По 35 рублей... Вот... У нас еще остались... Мы не все цветочки... Пересадили... И вот... Мне... Эти лесенки... Гораздо больше нравятся... Чем... У нас были... Вот такие... Вот такие... Они очень слабенькие... Шатаются... Гнутся... И... Мы... В общем... Поменяли... Ну... Мы... Правда... Не все поменяли... Но... Относительно... Много... Вот... Но у нас еще осталось... Может быть... Мы и другие поменяем... Вот здесь у нас... Две лесенки... Потому что... Я хочу... Вот эту... Веточку... Сзади... Еще... Завести... На ту лесенку... Чтоб он... Пушистый... У меня с двух сторон был... Вот... Это... Стендапсус... Золотистый... Мне... Псоветовали... Сюда... Переставить... Вот... Потому что... У него... Как-то... Побелели... Что ли... Листочки... Не знаю... А то... Видите... Очень... Мало... Тоже... Валикатности... Вот... Ну и... Конечно же... Вот этот... Стендапсус... Мы тоже... На лесенку... Пересадили... У нас тут... Две... Веточки... И вот... Одна веточка... По одной лесенке... Растет... А вторая веточка... По второй лесенке... Растет... Ну так вот... Пошире сделали... Вот... Ну и все... Остальное у нас... Без изменений... Пока... Еще... Мне... Посоветовали... Биркина... Обработать... Противогрибковым... Средством... Потому что... Помните... Он говорил... Что у него листы... В ржавую точку... И я очень долго не могла понять... Почему... Оказывается... Это такой грибок... А вот... И мы купили средство... Сейчас я... Вам... Покажу... Противогрибковое... Ой... Многие не хнутся... Фитоспорин... Вот... От грибковых и бактериальных болезней... И тут... Как раз... От ржавчины написано... Мы обработали им... Биркина... И обработали... Вот этот... Бразил... Потому что... У него... Видите... Тоже... Ржавчина... Вот... Обработали... И... Землю попролили... Но... Надо... Через 2 недели... Будет еще... Повторить... Так что... Вот так... Такие вот у нас дела... Смотрите... Какой... Сингони... Шикарный... Да... Я прям не могу... Мне так нравится... Мне вот тоже сказали... Поставить его лучше сюда... У него будет... Больше варикатности... Вот... Ну а там у меня пока малышки остались... Со временем я их тоже переставлю... Вот... Малышки у меня тут стоят... Ну а тут... Бегония... Она у нас росла... В двух горшках... Мы ее объединили в один... И здесь у меня... Поле... Вот такое поле... Вот она выпустила... Четыре новых листа... Четыре или пять... И больше я смотрю... У нее пока нет... Не наклевывается... Зато вот... У Агланема тут... Росточек наклевывается... Ну а будем надеяться... Что будет все хорошо... Денежное дерево... Я тут немножечко подрезала... Вот... Вот тут бы мне еще его подрезать... Но я жду пока вот эти побеги боковые... Обрастут... Потому что если я сейчас вот это... Обрежу... Вот эту сторону... Он будет волосоват... Это пушистая сторона... А это волосоватая... Сейчас вот маленькие вот эти... Подрастут... И тогда я... И с этой стороны его подрежу... Вот... И может быть тогда еще и макушку ему подстригу... Чтобы он пушистый был... Вот так... Ну ладно... Одно и то же вам показывать... Что-то не каждый день... Некоторые мне даже пишут... Что... Такие... Такой формат видео... Не интересен... Ну... Возможно... Не могу вам сказать... Может быть действительно кому-то это не интересно... Но это моя часть жизни... Это мое хобби... И у меня даже... Написано о моем канале... Что я... На своем канале буду показывать... Свои хобби... У меня вот и занят... Цветы... Так что... Хвалюсь вам своим детищем... Вот... Ну и буду заканчивать... На... Такой красивой ноте... Свой влог... Так... Ничего интересного... Уже происходить не будет... У нас время... Семь часов вечера... Завтра нам на работу... Мы будем сейчас отдыхать... Вот... Леша у нас немножечко приболел... И Лена болеет... У нее температура... И теперь у Леши температура... В общем... Не знаю... Что мне с ними делать... Вот... В общем... Хочу вас всех поблагодарить... За то... Что вы меня смотрите... За то... Что ставите лайки... Пишите комментарии... Большое вам всем спасибо... Если вы еще не подписаны на мой канал... Подписывайтесь... Нажимайте на колокольчик... Чтобы не пропустить мои новые видео... Всем спасибо... И пока-пока...